Дайджест недвижимости Дайджест недвижимости Дайджест недвижимости Ремонт по программе формирования комфортной городской среды Идет в 36 кировских дворах, сообщает мэрия города Всего в этом году в областном центре должны отремонтировать 62 дворовых территории Работы финансируют из федерального, областного и местного бюджетов В общей сложности на их проведение выделено 114 миллионов рублей Средства направляют на асфальтирование территории двора и проездов, ремонт тротуаров, обустройство либо ремонт уличного освещения, размещение скамеек и урн Завершение работ намечено на сентябрь и, как отмечают эксперты общероссийского народного фронта, к ним уже начали поступать вопросы от жителей Обеспокоенных тем, что на дворе середина августа, а торги по их дворам еще не прошли Информацию о выявленных проблемах УНФ направляет в региональное правительство с просьбой проконтролировать их решения Напомню, программа формирования комфортной городской среды рассчитана на 5 лет, до 2022 года Ранее городские власти неоднократно подчеркивали, что городу важно уложиться в сроки проекта и использовать все выделенные средства Дайджест недвижимости Новая программа помощи ипотечным заемщикам начнет действовать 22 августа Как сообщает агентство по ипотечному жилищному кредитованию, подать заявки смогут граждане, взявшие кредит как в рублях, так и в иностранной валюте Правда, есть несколько условий, серьезно ограничивающих круг участников Одно из них – увеличение платежа по кредиту не менее чем на 30% Исходя из этого, эксперты сомневаются, что программа будет востребована теми, кто брал кредиты в рублях Ранее увеличение выплат коснулось именно валютных ипотечников из-за резкого ослабления рубля Еще два условия между датой заключения кредитного договора и подачей заявления на реструктуризацию должно пройти не менее года А залоговое жилье должно быть единственным жильем залогодателя Базовый объем помощи составит 30% остатка суммы кредита, но не более полутора миллионов рублей В исключительных случаях до трех миллионов Всего на продление программы помощи проблемным ипотечникам выделят 2 миллиарда рублей На этом все. В студии работала Анна Лапшина Дайджест недвижимости